Дорогие ветераны, уважаемые друзья, добрый день. Я, прежде всего, конечно, хочу всех вас и всех нас поздравить с праздником, с 70-летием Победы под Сталинградом. Это большое событие в жизни нашего народа, в жизни нашей страны, да и не только нашей, потому что битва после Сталинграда, я сейчас только выступаю на торжественном мероприятии, сказал об этом, безусловно, является, мы об этом знаем точно, но с этим в своё время никто и не спорил, является переломным этапом во всей Второй мировой войне. А это значит, что она сыграла, эта битва, решающую роль в судьбе не только нашего народа, но и народов очень многих других европейских стран, сыграла значимую роль в мировой истории. О подвигах красноармейцев, о подвигах жителей города сказано и написано очень много, но наша с вами задача общая заключается в том, чтобы у нас не пропадал интерес к темам подобного рода, потому что понимание своей собственной истории, понимание значимости событий, участниками которых были, в том числе и те люди, которые находятся сейчас здесь, оно является принципиальным для нашей страны, принципиальным с точки зрения сохранения нашей государственности, с точки зрения укрепления нашей страны, воспитания патриотизма. А патриотизм, как мы с вами знаем, это ничто другое, как любовь к родине. Без этого ни одна страна существовать не может, она просто растворится, как кусочек сахара вот в этом чае. Поэтому мне очень приятно, что сегодня на нашей встрече присутствуют не только участники боёв за Сталинград, но и люди совсем разных поколений. Здесь есть и школьники, которые написали лучшие сочинения о Сталинграде и Сталинградской битве. Есть молодые люди, да, собственно говоря, люди разных возрастов, которые в своё свободное время занимаются сбором информации о героях Сталинградской битвы, занимаются очень благородным, очень важным делом, восстанавливают историческую справедливость, возвращают имена наших погибших героев, возвращают эти имена и стране, и их близким. Уже вот по предварительным данным 450 тысяч примерно имён найдено и возвращено историей нашего народа. 450 тысяч, представляете? В поисковых добровольческих отрядах, а их всего 600, работают уже тысячи людей, причём делают это абсолютно добровольно. Я хочу вас, уважаемые друзья, поблагодарить за эту инициативу и за такой выбор вашего хобби, если его можно так назвать. Но это такое увлечение, которое интересно, важно не только для вас, но и для всей страны. И пожелать вам дальнейших успехов. Вот я на этом бы хотел свой монолог завершить, и хотел бы обратиться и к ветеранам, и к поисковикам нашим с предложением высказать свои соображения по поводу того, что и как мы должны сделать дополнительно вместе, имея в виду и все уровни власти, и муниципальные, и государственные, и федеральные, для того, чтобы такие события, как Сталинградская битва, другие значимые события в истории нашего народа никогда не были забыты и всегда были поводом для разговора с людьми нашими, всегда были бы хорошим примером для воспитания патриотизма и любви к Отечеству. Пожалуйста, кто хотел бы... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!